Добрый день дорогие друзья, вы смотрите канал Экстейт. Сегодня мы рассмотрим с вами 65 впечатляющих и интересных фактов про озеро Байкал. Перед просмотром видео обязательно прожмите большой палец вверх и подпишитесь на канал, если вы здесь впервые. Не забывайте включать все уведомления, чтобы смотреть новые видео в числе первых. Возьмите себе что-то вкусное и поехали. Байкал – древнейшее озеро тектонического происхождения. Ученые считают, что Байкал образовался 25-35 миллионов лет назад. По научным меркам это очень давний срок. Например, Балтийскому морю всего около 4000 лет. Обычно озера ледникового происхождения существуют не более 10-15 тысяч лет. После заполняются и листыми осадками и заболачиваются. Байкал является самым глубоким озером из всех существующих на Земле. Его глубина 1642 метра, что значительно больше, чем глубина некоторых морей, и примерно в 5 раз превосходит высоту Эйфелевой башни. Столь большую глубину озера ученые объясняют тем, что оно зародилось в тектоническом разломе, и постепенно этот разлом заполнялся водой на протяжении многих миллионов лет. Площадь озера Байкал составляет 31 722 квадратных километра, что больше площади Албании и даже Армении. Ширина озера в самой узкой точке составляет 24 километра, а в самой широкой – 79 километров. В длину от края до края оно достигает 636 километров. Озеро находится на юге Восточной Сибири, границе Иркутской области и республики Бурятия. Байкал окружен живописной природой. Вокруг него раскинулись горы, дикие таежные леса, чередуются с широкими степями, лугами и даже пустынями. По очертаниям, озеро похоже на узкий полумесяц, поэтому его легко найти на карте. Озеро Байкал содержит пресную воду и считается самым большим естественным резервуаром. Это 90% всех запасов России и 19% мировых запасов. Вода в водоеме настолько прозрачная, что камни на дне озера можно разглядеть на глубине до 40 метров. Многие люди задаются вопросом, почему вода на Байкале является настолько чистой и прозрачной. Этому есть научное объяснение. В его водах широко заселены эпишера. Это мелкие планктонные ракообразные. Они выполняют важную функцию фильтра. Пропускают через себя воду, очищая ее. Полезные обитатели составляют до 80% биомассы зоопланктона озера. Другим фактором является высокая обновляемость озера, теплыми водами и большое содержание кислорода. Вода Байкал необычайно мягкая. В ней содержится малое количество минеральных веществ. Если обратиться к статистике, в 10 раз меньше, чем в стандартной питьевой воде. И в 350 раз меньше, чем в морской воде. Если вода в Байкале перестанет пополняться, то, продолжая вытекать из ангары, ее хватит на 350 лет. Объем воды в озере составляет 23615 кубических километров. Если сравнивать с Азовским морем, объем которого 290 кубических километров, то Байкал больше почти в 90 раз. Береговая линия озера Байкал равна 2000 километрам. На месте, где сейчас расположено самое известное озеро России, в далекие времена преобладал субтропический климат. В настоящее время на этой территории прохладно, а зимой могут быть сильные морозы. В зимний период толщина ледяного покрова может достигать 1 метра, а в заливах – до 2 метров. Зимой на озере лед всегда трескается с характерным громким звуком. Такие трещины могут в длину достигать более 20-30 километров. Флора и фауна озера является уникальной и неповторимой. Некоторых животных и рыб нельзя больше нигде встретить на нашей планете. По-другому такие живые организмы называются эндемиками. В их числе байкальская нерпа, усатая ночница, омуль, рачок, эпишура и другие. Байкальская нерпа является наиболее известным эндемиком данного озера. Удивительно, но до сих пор точно неизвестно, как нерпа поселилась на озере Байкал. Существует наиболее популярная версия, что зверь попал сюда из Северного Ледовитого океана, в ледниковую эпоху. Байкальская нерпа является единственным байкальским млекопитающим. Среди интересных животных Байкала многие туристы выделяют лис. Некоторые совершенно не боятся людей и близко подходят к ним, чтобы их угостили лакомствами. На территориях, расположенных рядом с Байкалом, произрастает примерно тысяча разнообразных растений. На дне Байкала расположено очень много источников нефти. Ежегодно поступают в воды озера около четырех тысяч тонн. Несмотря на это, такие источники не приводят к согрязнению, потому что обитающие микроорганизмы и водоросли поглощают эту нефть. В озеро впадает 336 рек и ручейков, а вот вытекает из него только одна река Ангара, которая является одним из самых больших притоков Енисея. Первые поселения русского народа на берегах Байкала появились в 17-18 веках. Происхождение названия Байкал точно неизвестно. Наиболее распространенная версия, что Байкал – слово теркоязычное и означает «богатое озеро». А еще когда-то Байкал называли «ламу», что в переводе с овенкийского языка означает «море». В 17 веке озеро переименовали на бурятский манер Байгал. Бурятская легенда гласит о том, что озеро появилось на месте огненной горы Бай. Это означает «стоять», а «гал» переводится как «огонь». Позже букву «Г» заменили на букву «К». Так и появилось озеро Байкал. Байкальскую воду можно безбоязненно пить без кипячения и фильтрации. Солнечных дней здесь больше, чем в какой-либо другой точке России. Если посчитать все пасмурные дни за год, когда вообще не выглядывает солнце, то это примерно 40 дней. Вода на Байкале меняет цвет в течение года. Весна она голубая и прозрачная, а к осени зеленеет, и ее прозрачность снижается в 4 раза. Происходит это из-за цветения водорослей и размножения микроорганизмов. Байкал поистине бесценен. Но если же посчитать утилитарную стоимость воды в озере, то она составит 236 триллионов долларов. Вода в озере всегда холодная и даже летом, поэтому здесь редко встретишь любителей купаться. Река Селенга является крупнейшим притоком озера. Объем ее стока ежегодно составляет 30 кубических километров в год. Известный режиссер Джеймс Кэмерон отмечал свой день рождения именно на Байкале, потому что он восхищается природой этого места. Коренными жителями региона являются буряты, имеющие глубокую культурную связь с озером и его окрестностями. Байкал считается священным местом и местом для проведения шаманских ритуалов. Сор – это небольшие байкальские заливы, названные так местными жителями. Рекордные показатели летней жары достигают до 34 градусов по Цельсию. Притом вода может прогреваться летом только до 10 градусов по Цельсию, а в заливах не больше 20. Ветра на Байкале имеют свои имена, например, Баргузин, Низовик и другие. Иногда на территории Байкала случаются довольно сильные штормы, при этом высота волн может достигать 4 метров. Территория, где расположен Байкал, является сейсмически активной. Здесь размещено 30 сейсмических станций с сейсмографами. Зачастую землетрясения достаточно слабые, но могут произойти и сильные толчки. Впервые Байкал упоминался в древнекитайских летописях. На берегу Байкала растет кедр, насчитывающий 550 лет. Вообще Байкал славится наличием лиственницы кедра, в котором 700 лет. Залив Байкала-Прорва имеет свою историю образования. В 1862 году здесь произошло сильнейшее землетрясение – 10 баллов. В результате под воду ушло 200 квадратных километров суши, а также поселения и 1300 жителей. Именем Байкала был назван астероид, что был открыт крымчанами в 1976 году. Научным исследователем Виктором Добрыниным было обнаружено, что байкальская вода имеет свечение. На Байкале встречаются осётры, возраст которых достигает 60 лет. За всю историю менее десятка пловцов переплыли Байкал в ширину. Это мало кому под силу из-за того, что вода тут всегда стабильно холодная. Суммарное всех обитающих в озере рыб оценивается в 150 миллионов тонн. Около половины всего улова рыбы на Байкале приходится на браконьеров. В байкальских водах были затоплены самые высокие горы земли. На Байкале удалось найти останки динозавров. Впадина глубоководного Байкала состоит из трёх котловин. Существуют легенды, которые говорят, что на территории Байкала спрятаны древнейшие сокровища. Если всю воду Байкала разделить между гражданами России, на каждого человека пришлось бы примерно 166 тысяч кубических метров или примерно 2750 стандартных железнодорожных цистерн. Территория мыса Колокольного славится самыми крутыми подводными склонами Байкала. На Байкале были установлены видеокамеры для наблюдения за делениями под водой. У Байкала уникальная циркуляция воды. Она полностью перемешивается за пять месяцев. Есть заблуждение, что Байкал является самым большим озером на планете. Но по площади водного зеркала Байкал занимает только седьмое место среди крупнейших озер мира. Первое же место с большим отрывом занимает Каспийское море. В районе Байкала находится больше 20 пещер. В зимний период на Байкале происходят испарения. На Байкале достаточно часто летом можно наблюдать забавный оптический эффект, когда продвижение судна сопровождается миражом. В России насчитывается около восьми озер, которые носят имя Байкал. Одно озеро находится в Казахстане. Озеро насчитывает 27 островов. Остров Ольхон является самым крупным. Его площадь составляет 730 квадратных километров. Здесь проживает около 1700 жителей. Ольхон является третьим по размерам озерным островом в мире. Около знаменитого озера находятся три заповедника и два национальных парка. Байкал и все его окрестности включены в список всемирного природного наследия ЮНЕСКО. В 1999 году был учрежден День Байкала, который отмечается в первое воскресенье сентября. Дорогие друзья, не забывайте поддержать мое видео большим пальцем вверх и подпиской на канал, если вы здесь впервые. Это действительно важно для меня. Если вы знаете что-то еще про Байкал, обязательно пишите в комментариях, будет интересно прочитать. Если вы не согласны с каким-либо фактом из видео, присылайте в комментариях тайм-код на него и развернуто пишите свои мысли, подискутируем. Мне было приятно делать это видео для вас. До новых встреч. Пока.